всем привет еще раз я чуть в прошлый раз не очень хорошо по моему монте-карло алгоритм объяснил давайте наверное еще раз про него расскажу более каким-то понятным языком после этого расскажу про то какие виды общения есть в роз то есть но вы знаете что есть там вид общения через топики есть еще два других вот расскажу про них и потом уже на практике потыкаем навигацию и с ней по разбираемся так еще раз про монте-карло или про фильтр частиц какой общий принцип работы ну понятно что у нас есть робот мы указываем его к эту какую-то начальную позицию вокруг него по какому-то закону сейчас скорее всего по нормальному распределению разбрасывается энное количество частиц в целом если не вдаваться в подробности модели измерений и модели движения то общий алгоритм следующий когда у нас имеется карта того что вокруг происходит для каждой и часть из частиц мы можем понять идеальное значение показаний дальномера то есть там для частички вот здесь посмотреть какое расстояние от нее до карты понять какие идеальные значения дальномера мы бы получили сравнить с тем измерением которые реально получено понять насколько они совпадают то есть насколько коррелируют идеальные значения которые мы хотели бы получить для данной частицы и реальные которые мы получили для ну вот от дальномера установленного на роботе понять вот эту некоторую дельту определить корреляцию исходя из этой корреляции уже принимать решение о том оставим эту частицу или выкинем ее вообще теперь еще раз про то как вот эта модель измерения которая определяет насколько у нас соответствует измерение реальное желаемому теперь немного о том как она работает соответственно есть некоторое вероятностное распределение для конкретного замера для дальномера здесь вот это вот zk со звездой это идеальное значение которое мы хотели бы получить на конкретном угле замера ну допустим там 2 метра зачем нам нужно знать идеальное значение нам нужно его знать чтобы понять относительно чего строить конкретную модель для конкретного значения то есть куда мы будем передвигать вот это вот нормальное распределение с этим пиком соответственно мы затем берем реальное значение для данного угла накладываем его на этот график вероятностного распределения допустим вот сюда получаем некоторую вероятность которой он соответствует и у исходя из этого но это некоторая вероятность п исходя из этого уже понимаем насколько они коррелируют то есть если бы у нас значение было идеальным то корреляция получилось бы один то есть значение желаемое соответствует значению реальному и ну значит эта частица нам идеально показывает местоположение робота если же они не совпадают то соответственно там какое-то другое значение вероятности получится и итоговое вот это вот q который это отображает насколько у нас коррелирует в реальное значение с с идеальным она уже будет говорить о том хороший хороша ли данная частица или нет то есть показывает ли она примерное местоположение робота или не показывает это собственно первый этап оценки оценки корреляции для частицы есть этап когда нам надо частицы сдвинуть ну и как я говорил в прошлый раз монте-карло это некоторый брутфорс поэтому чем больше мы введем вероятностных всяких вещей здесь то есть чем больше у нас частица будет подчиняться некоторому вероятностному закону тем лучше мы хотим сдвинуть каждую частицу не точно так же как сдвигался робот за некоторое время дельта т то есть не настолько насколько показал сдвиг колесная димитрия а мы хотим добавить к этому сдвигу некоторые случайное распределение и но типичная модель измерения модель движения для некоторого случайного распределения выглядит следующим образом мы берем реальную скорость которую нам показала колесная димитрия за некоторый промежуток времени и добавляем к ней некоторое случайное значение из некоторое случайное значение из там от нуля до нет нет нуля а вот по такой формуле 1 2 от суммы случайных значений случайные значения здесь берутся по нормальному распределению скорее всего и где б это значение здесь в скобках то есть альфа 1 умножить на v квадрат плюс альфа 2 умножить на омега квадрат в это линейная скорость омега угловая то есть допустим у нас линейная скорость 1 кило 1 метр в секунду угловая 0 5 радиан в секунду мы некоторые коэффициенты alfa 1 умножаем на скорость линейную в квадрате альфа 2 на скорость угловую в квадрате er получаем значение б затем чтобы вычислить общее случайное значение считаем вот такую функцию 1 2 от суммы 12 случайных величин которые вычислены там по нормальному распределению и добавляем вот эту случайно величину к собственно скорости чтобы получить некоторую случайную скорость и затем с учетом этих случайных там скоростей линейных угловых и некоторой гаммы которая используется для внедрения случайности в угловое перемещение считаем уже следующую позицию частицы не робота а конкретной частицы мы это всю вот эту модель движения для каждой частицы применяем и но сегодня когда мы будем настраивать алгоритм монте-карло там есть собственно настройка для дальномера настраиваются коэффициенты вот этих вероятностных распределений и есть настройка для модели движения настраиваются собственно вот эти альфы альфа от альфа-1 до альфа-6 соответственно чем больше мы их будем ставить тем сильнее будет получаться итоговое распределение частиц то есть они у нас будут при каждой итерации алгоритма расходиться относительно позиции робота чем меньше мы их будем делать тем больше частицы будут повторять движение самого робота вот ну и соответственно для наилучшей сходимости алгоритма лучше сделать их чуть-чуть побольше вот ну и тут пример опять же того какое может получиться следующее расположение робота при применении данной модели движения то есть допустим там начальное положение робота здесь и конечное положение робота может быть любой из вот этих вот черных точек вот как то так надеюсь с алгоритмом монте-карло чуть-чуть попонятней стало вот теперь давайте про способы общения в россе но вы уже знаете способ общения через топики или его еще можно назвать асинхронным способом общения он подходит для таких моментов когда нам надо получать потоковые данные то есть это могут быть данные там с лазерного дальномера с камеры из какого-либо датчика который просто потоком идут непрерывным и мы их этим потоком читаем и в каком-то колбеке уже внутри ноды обрабатываем условно говоря нам надо двигаться вдоль стенки у нас есть колбек на топик скан в который приходят значение лазерного дальномера и мы в этом колбеке уже реализуем какой-либо регулятор который двигает робота вдоль стены но бывают случаи когда данная система общений общение не подходит например в случае навигации мы хотим подать роботу некоторую целевую точку и если мы это сделаем через топик то мы во первых не поймем принял ли алгоритм навигационной эту целевую точку потому что нет никакой обратной связи от другой ноды и ну как бы мы просто бросим это сообщение в никуда мы не поймем ничего что там дальше происходит и для таких случаев есть еще два способа общения в россии два синхронных способа ну как один синхронный другой синхронно асинхронный скажем так первые попроще это сервис тут собственно видно визуализацию того как он работает есть некоторый сервер то есть нода которая реализует сервер данного сервиса которая выполняет некоторые но некоторую задачу которую мы хотим чтобы сервис решал допустим манипулятора манипулятор должен прийти в целевую точку мы abert обертываем эту ноду оборачиваем эту ноду в некоторый сервис этот сервис принимает сообщение что нам надо двинуться в такую целевую точку и как только он манипулятор в эту целевую точку передвинул он отбрасывает но ноги который этот запрос послала некоторый ответ который содержит информацию о том получилось ли манипулятор передвинуть точку в целевую точку или не получилось но это как пример то есть вот мы но до которая клиент сервиса посылает ему запрос сервис посылает ей ответ который содержит какую-то информацию о том удачно ли прошел процесс или неудачно ну и также можно видно что можно видеть что к некоторому сервису серверу который реализует сервис может подключаться одновременно несколько нод и бросать ему свои запросы и собственно также получать ответы но при этом это нельзя делать одновременно то есть если сервису пришел запрос от одной ноды пока он ей не ответит другая нода не должна ему посылать свой запрос потому что это сломает систему по сути собственно так работают сервисы и у сервисов еще есть особенность то есть если в топиках мы используем некоторые сообщения с расширением мсгс то для сервисов мы используем сервисные сообщения сразу с расширением srv то есть под сервисы используются свои виды сообщений которые содержат поля реквеста то есть поля запроса которые мы хотим отправить допустим случае там управление манипулятором поля реквеста будут xyz целевой точке то есть координаты в пространстве целевой точки а респонс будет там какая-нибудь строка в которой мы пишем либо yes либо no то есть либо мы передвинулись в целевую точку либо не передвинулись это что касается сервисов но как бы их тоже оказалось в некоторых случаях недостаточно допустим в случае навигации мы послали этому сервису некоторую целевую точку и как бы ждем ответа но при этом иногда нам нужно получать некоторые текущее состояние алгоритма то есть понимать там сколько осталось ехать до точки какие были препятствия на пути то есть возможно робот пару раз потерялся и ему пришлось ну делать там вещи которые про которые в прошлый раз говорили там обнулять костмапу вращаться вокруг себя то есть иногда эти все вещи хотелось бы тоже получать на этот случай есть еще один вид общения это общение через экшен-серверы в чем его особенность экшен-сервер он в себе объединяет и сервисы и топики то есть он внутри реализует и то и другое сейчас я переключу чтобы заново началась и от заново не начинается гифка условно говоря мы экшен-серверу наша нода клиент посылает ему некоторый запрос этот запрос проходит в виде сервиса то есть мы послали запрос и экшен-сервер посылает респонс в виде того что он этот запрос принял затем мы хотим получать некоторые данные в режиме реального времени о том как этот экшен-сервер работает мы посылаем ему еще один запрос на то чтобы он отбрасывал нам фидбэк и этот фидбэк будет приходить в некоторый топик который реализует экшен соответственно мы этот фидбэк можем в каком-то колбеке внутри ноды читать и как только там сервер экшен-сервер закончить свою работу с каким-либо результатом либо с положителем либо с негативным он отбросит какой-то итоговый респонс то есть получилось нам в точку приехать или не получилось это удобно опять же вот там во время использования навигации если мы там опять же манипулятором управляем чтобы состояние манипулятора получать в общем удобная штука по сути мы можем заменить экшен комбинацией сервиса и топика но как бы если есть вот такой инструмент который позволяет нам не делать всяких костылей то лучше использовать его но и в навигации по дефолту то есть вот в этих стандартных пакетах для навигации для взаимодействия с ней как раз используется экшен-система ну и сегодня напишем с вами экшен клиент но который будет только запрос посылать без фидбэка то есть без обратной связи и еще один вид не общения а просто такое устройство в целом система управления это параметр сервер то есть некоторый общий сервер для всей системы управления на конкретной машине в котором хранятся различные параметры но сегодня посмотрим как с ним производится работа то есть ну для многих там алгоритмов навигационных в том числе есть у них ряд параметров которые мы хотели бы как-то либо в динамическом режиме менять либо просто выводить их на экран и понимать какие значения они имеют и для этого собственно существует параметр сервер это некоторый сервер внутри ros который хранит в себе все параметры которые заданы либо там через launch файлы либо ноды их сами задают собственно эти параметры мы можем через launch файлы launch файл это файл который сразу несколько нод могут могут запускать мы их можем там выставлять то есть задавать какие-то значения для конкретного алгоритма и также мы их можем если подключена библиотека dynamic reconfigure то мы можем их в real-time режиме менять то есть словно говоря у нас некоторая нода работает допустим нода которая строит костмапу карту весов и мы можем в реально в режиме реального времени поменять какой-то параметр и посмотреть в рвизе как этот параметр в реальности влияет на то как строится эта карта весов но сегодня я тоже покажу как как это делать где он можно вопрос да говоря мы можем заменить один сервис двумя топиками один соответственно будет реквест другу респонс но в целом можем но могут возникнуть такие проблемы что в целом система топиков она не обеспечивает гарантийную доставку то есть если у нас взаимодействие идет между несколькими машинами то сообщение при переходе по сети может где-то потеряться несмотря на то что в россии якобы используется tcp бывают случаи когда там первое сообщение допустим теряется который отсылается в какой-то топик и если у нас сообщение потеряется который мы единожды отправили то ну реализовать у нас это дело уже не получится сервис же наоборот гарантирует эту доставку то есть он в любом случае если сеть есть если связь между двумя машинами есть он в любом случае доставит наше сообщение то есть сервис гарантирует доставку топик не гарантирует ее по сути я понял спасибо так ну давайте перейдем наверное к практике так зайдем собственно в ubuntu и мы в прошлый раз делали workspace катки нвс в которой склонировали три репозитория тартлбот 3 тартлбот 3 мсгс и тартлбот 3 simulations соответственно в simulation сохраняться в симуляции в gazebo их мы трогать сегодня не будем в мсгс хранятся сообщения которые для робота нужны ну их тоже затрагивать не будем нас интересует папка тартлбот 3 в которой реализуется собственно навигация слэм и прочие вещи можем ее целиком открыть в сублайме например и посмотреть на структуру пакета то есть ну можем как бы сделать это через дефолтный проводник но как бы в сублайме это делать удобно потому что можно сразу нужный файл открыть соответственно есть несколько пакетов первый это тартлбот 3 тут хранится но майк файл для всего пакета с тартлботом в целом он не особо нужен нам сейчас есть тартлбот 3 bring up тут хранятся файлы которые используются на реальном роботе для взаимодействия с микроконтроллером то есть но нам они тоже не нужны потому что у нас никого микроконтроллера нет у нас весь робот в симуляции поэтому их мы тоже трогать не будем еще тут есть launch файлы различные там файл который запускает как раз взаимодействие с микроконтроллером файл который запускает взаимодействие с лидаром то есть это по сути просто драйверы для внешних каких-то устройств файл который подгружает модельку робота так remote это remote это файл который подгружает модельку робота в xml формате ну и несколько файлов которые лаунчат драйверы для различных камер камеры у нас тоже нет мы их не используем дальше скрипты create to the rules это тоже скрипт который используется на реальном роботе чтобы выдать конкретному пользователю права для взаимодействия с usb портами ну и в src некоторая нода которая следит за тем чтобы все топики робота работали в нормальном режиме условно говоря то есть следит за общим состоянием всех устройств в роботе description но это соответственно просто моделька робота в различных форматах но они подгружаются в газе бы но сегодня мы их трогать тоже не будем также есть тертуба 3 example тут хранятся примеры с различными кейсами применения тут допустим есть свой action свое action сообщение пример action сообщение с некоторым там вот описано поле цели то есть поле в которой мы подаем request request в виде некоторого вектора который называется call дальше есть некоторый результат виде строки и есть некоторый фидбэк в виде тоже строки ну и тут в срц нет в notes есть наверняка сервер который с этим сообщением как-то работает с этим action ну можно посмотреть как реализуется там сервер action а как реализуется клиент action а и в целом как это в коде реализуется вот если останется время сегодня попробуем это дело тоже посмотреть разобрать в общем если будет интересно можете полазить просто по этим файлам в них там ну реализованы какие-то базовые конструкции роса какие-то базовые можно понять базовую структуру кода как вообще код должен выглядеть и всякие такие вещи посмотреть соответственно нас сегодня будут интересовать в основном два пакета это тертуба 3 navigation и тертуба 3 slam начнем наверное со слэма и потом перейдем к navigation соответственно slam есть несколько основных папок config include launch rvis и src ну нас интересует на самом деле сегодня только config launch соответственно в конфиге хранятся конфиг файлы для разных слэм алгоритмов там для джима пинга собственно который мы использовали и настраивали настраивать будем и есть еще для нескольких для карто там frontier exploration но с ними можно будет поиграться если у кого-то будет желание и соответственно в лаунче тоже launch файлы для различных слэма алгоритмов для картографера для джима пинга для гектор для карто и общий launch файл который мы собственно запускаем какая тут тут структура если мы внимательно посмотрим на файл тертуба 3 slam точка launch мы увидим что вначале он принимает несколько аргументов первый аргумент это модуль то есть модель робота которую мы используем это либо бургер либо вафля либо вафля ваффл пай мы используем бургер поэтому в качестве environment переменной у нас в башарце файле есть такая строчка тёртуба 3 модул экспорт тёртуба 3 модулу равно бургер соответственно дальше следующий аргумент это слэм метод здесь мы выбираем то какой слэм метод мы будем использовать соответственно выбор джима пинг картографер гектор карта или фронтер exploration по дефолту выбирается джима пинг поэтому даже если мы слэм метод не выберем то есть не подадим как аргумент в launch файл все равно будет использоваться джима пинг дальше configuration base name но в джима пинге она не используется но для картографера например для этого алгоритма картографер необходимо описать некоторые конфигурационный файл лидара который хранит в себе его технические характеристики но мы можем даже его посмотреть хранятся тоже но характеристики лидара и настройки алгоритма и последний аргумент это openrviz то есть открывать или rviz при запуске launch файла или не открывать ну и по дефолту он true то есть по дефолту rviz открывается что происходит дальше подключается файл то есть из launch файла мы можем запускать не только ноды но и другие launch файлы синтаксис следующий прописывается ключевое слово include дальше файл равно указывается путь к файлу к launch файлу который мы хотим запустить в данном случае это launch файл тёртл бот 3 remote . launch и ну какие-то аргументы которые данный launch файл принимает побольше масштаб сделаю чтоб лучше было видно вот соответственно в данном случае посылается аргумент модул который хранит в себе название модели робота так дальше опять же запускается еще один launch файл который запускает слэм при этом с конкретным слэм методом соответственно include файл путь к файлу и вот здесь тёртл бот 3 нижнее подчеркивание и имя слэм метода который мы хотим использовать ну и соответственно в качестве аргументов подаются модель и configuration base name и последним этапом запускается рвиз рвиз уже запускается как нода при этом в качестве аргументов к ноде задают подаются конфиг файлы рвиза для визуализации слэма давайте теперь посмотрим на нам так как мы запускаем джима пинг используем джима пинг посмотрим на реализацию файла тёртл бот 3 и джима пинг да смотрите у нас модуль в аргумент артемный модул чтобы выбрать другую модель у нас сенбаер переменная торт упадки модуль то есть чтобы поменять модель я буду экспортировать эту перемен а если захочу другой метод слама использовать я не вижу тут environment переменных экспортировать мы можем использовать в качестве то есть если посмотреть на модул вот здесь вот то есть когда мы задаем аргумент модул environment переменная используется как значение по дефолту то есть есть графа дефолт и она будет использоваться если мы вручную значение это environment если мы вручную значение этого аргумента не зададим соответственно в данном случае но по дефолту используется environment переменная тёртл бот 3 модул но мы по дефолту можем использовать и просто какую-то строку которую запишем в launch файле то есть здесь по дефолту используется просто значение джима пинг то есть это не обязательно делать с помощью environment переменной это можно делать и руками просто вот разработчики пакетов для тёртл бота много где используют environment переменную тёртл бот 3 модул поэтому для того чтобы не вписывать ее везде они просто сделали это вот через переменное окружение чтобы мы не в каждом отдельном файле меняли дефолтное значение там или то значение которое мы посылаем при старте не вписывали а чтобы мы один раз ее внесли и она везде использовалась но файл для слэма у нас один поэтому здесь использовать переменное окружение в целом не нужно можем просто как бы как строку и записать теперь про сам файл джима пинг соответственно но он тоже на вход принимает некоторые дефолтные некоторые аргументы опять же это модель робота configuration base name который в целом тут нигде не используется и он просто нужен для того чтобы мы могли запустить потом front exploration или cartographer где configuration base name уже используется вот то есть просто для того чтобы мы могли через один файл запускать все пришлось сюда добавить лишний аргумент соответственно тут есть несколько основных аргументов это base frame add-on frame и map frame что это такое но в прошлый раз я показывал что есть некоторые tf которые реализуют трансформы между системами координат то есть система преобразования координат и для слэма и для навигации используется три системы координат основных это система координат робота то есть которая привязана напрямую к роботу система координат add-on относительно которой положение системы координат робота изменяется исходя из показаний колесной дометрии или там любой другой дометрии есть система координат map и уже система координат add-on ее положение корректируется относительно системы координат map при помощи там слэм алгоритма или навигации ну там допустим при помощи фильтра частиц чуть позже еще наглядно это покажу ну и соответственно нам надо задать некоторые имена для всех этих систем координат чтобы алгоритм смог нормально работать и знал что относительно чего двигать соответственно затем запускается нода slam gmapping из пакета gmapping и ей задается имя turtle bot 3 slam gmapping но имя можно в целом не задавать как бы и будет использоваться имя дефолтное которое внутри кода ноды инициализируется и соответственно задаются три параметра в виде значения аргументов которые принимает сама сам сам launch файл и также есть такая команда рос парам команд лод который загружает набор параметров из некоторого конфигурационного файла в данном случае это файл из папки config gmapping парамс . яму ямал это в целом расширение для различных конфиг файлов соответственно можем зайти сюда и посмотреть какие параметры принимать принимает но до джи маппинг собственно чтобы разобраться что все эти параметры означают проще всего банально зайти в google набрать джи маппинг роз и на русвики скорее всего вы найдете описание в целом конкретного пакета который вы используете и параметров которые используются для данного пакета ну то есть как бы можно было бы сейчас это все выписать там в отдельный файл я бы вам рассказал это все из отдельного файла но лучше покажу как это в реальности работает что там это все спокойно ищется бы лучше дать удочку чем рыбу вот собственно тут описывается там вкратце описание пакета для чего он нужен то есть здесь можно увидеть что этот пакет содержит рос раппер то есть некоторую росовскую обшивку для пакета open slums джи маппинг и реализует там какую-то ноду соответственно example как это все запустить без launch файла и дальше на какие топики данная нода будет подписываться в данном случае это надо подписывается на т.ф. и на скан то есть на топик который содержит позицию робота по сути то есть если т.ф. это у нас топик который содержит преобразование систем координат мы там сможем найти позицию робота которую мы получаем исходя из колесной адметрии и топик скан это топик в который приходит показания лазерного дальномера и дальше топики которые данная нода будет реализовывать то есть который она будет создавать и публиковать какие-то сообщения первое это map metadata это некоторые данные о текущей построенной карте то есть там ее разрешение ее размеры и прочие вещи имеется тип сообщения на манав мсгс map metadata можем на него нажать и посмотреть собственно что в нем будет содержаться тоже очень удобно и есть топик map в которую же собственный будет публиковаться карта ну и будет некоторый сервис dynamic map который с помощью которого мы можем карту запросить и текущую карту получить в виде какого-то сервис сообщения ну там конкретно этот сервис используется если вы помните в прошлый раз чтобы сохранить карту вызывали ноду из пакета map server ноду map saver вот она обращается к сервису dynamic map чтобы получить карту и записать ее в какой-то файл так ну и вот дальше идут параметры данные ноды которые она использует собственно говоря но прежде чем к ним переходить давайте наверное покажу что эти параметры реально подгружают подгружаются в для этого переходим в папку конкин в каткин в с инициализируем тут все убавлю запускаем запускаем модельку роботов газе бы на той же карте что и в прошлый раз вот она подгрузилась теперь запускаем слэм launch файл который мы с вами смотрели он в пакете тёртлбот 3 slam и называется тёртлбот 3 slam . launch как вы помните по дефолту там аргумент слэм алгоритм стоит как g mapping поэтому мы можем никакие аргументы по сути сюда не записывать и запустится по дефолту g mapping запускаем этот файл он у нас там начинает строить карту это нам сейчас не интересно мы хотим посмотреть какие параметры подтягиваются всей системой ну и в целом как сейчас состояние систем выглядит для этого есть основные команды чтобы посмотреть какие ноды запущены можно запустить команду rosnode list и видно что запущена нода gazebo gazebo gui robot state publisher rosout это и rviz то есть это ноды которые просто отвечают за общее там состояние симулятора и визуализацию в rviz и вот но до тёртлбот 3 slam g mapping мы видели что нода slam g mapping будет будет запускаться под именем тёртлбот 3 slam g mapping и так она в целом и есть также можем посмотреть но активные топики я думаю вы знаете это ростопик лист можем посмотреть активные сервисы вот там какой-то набор сервисов имеется сервис dynamic map который мы с вами только что видели вот он помощью которого можно карту получить но остальные сервисы нам сейчас не интересны и чтобы обратиться к серверу на котором хранятся параметры алгоритма g mapping вводим rosparam и лист по моему да и вот можно видеть что с namespace turtle bot 3 slam g mapping хранится какой-то набор параметров которые отвечают за работу собственно алгоритма джима пинг можем запустить ркут и африку т динамик reconfigure джима пинга нет тогда попозже его посмотрим так ну и собственно все эти параметры подтягиваются при запуске алгоритма из вот этого вот файлика что каждый из них делает вкратце можно посмотреть здесь там параметр inverted laser свидетельствует о том надо ли нам перевернуть показания лазерного дальномера то есть инвертировать их дальше throttle scans это параметр который с помощью которого можем регулировать вычислительные нагрузки алгоритма то есть если мы поставим один то там каждый второй скан будем анализировать поставим два каждый третий и так далее но дальше параметры которые в конфиг файле не задаются map update update interval это как часто мы будем обновлять карту max u range это уже настройки дальномера то есть как часто не как часто а насколько далекие показания дальномера мы сможем использовать для слэма но обычно сюда задается просто максимальное показание дальномера которые конкретный дальномер может вернуть дальше сигма корнел сайс эль степ а степ и трэй шанс это все уже настройки алгоритма есть вкратце что они делают там сигма за сигма used by the greedy endpoint matching то есть некоторый параметр сигма который использует жадный мэтчер эндпоинтов но ключевых каких-то точек то есть в целом отсюда не очень понятно что каждая из этих штук делает и если мы хотим разобраться что это все делает то либо мы можем просто изменить его допустим вот давайте сигму изменим так сигма и поставим не 005 05 но обычно если мы хотим посмотреть как какой-то параметр меняет алгоритм нам надо сильно его изменить и когда мы делаем сильные изменения заметно сильная разница между работой так вот сейчас ничего не изменилось попробуем роботом подвигать ну и видно что его начало немножко вот так вот колбасить чего не было в прошлые разы то есть позиция начала немножко прыгать и карта начала строиться не очень точно то есть видно что пошли какие-то жирные линии ну и можно предположить что этот алгоритм у нас использует ну этот параметр используется как-то для локализации робота и что там большое его значение не очень хорошо воздействует на работу если мы хотим как-то более детально понять в чем как 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 данное конкретное значение влияет на работу алгоритма лучше всего это зайти на статью которая описывает как этот алгоритм работает попробовать разобраться в куче математики которая там описана и понять на что конкретно физически будет данный параметр влиять вот это если не лень разбираться в каких-то сложных математических вещах но обычно во всех таких алгоритмах значения которые работают которые выставлены по дефолту работают но более-менее нормально и супер сильно ничего менять не приходится если что-то работает ненормально туда там уже надо куда-то глубже лезть но некоторые вещи вот как сигма не очень понятно вообще что делают то есть это надо в математику лезть алгоритму чтобы понять на что он влияет некоторые вещи как там iterations the number of iterations of the scan matcher в целом понятно что делает то есть количество операций который совершит scan matcher соответственно увеличиваем это значение у нас будет больше итераций scan matcher а мы будем точнее матчить текущие показания дальномера с существующей картой и лучше определять свою позицию но это будет существенно увеличивать вычислительную нагрузку на нашу машину естественно если у нас там много мощностей мы можем его увеличивать и увеличивать точность мало мощностей и надо его уменьшать по дефолту он по моему тоже 5 стоит до дальше срр срт стр стт это некоторые функции ошибок но они похожи на альфа коэффициенты в алгоритме монте-карло так как в маппинге там внутри тоже монте-карло правда там немножко изменены модели измерения и модели движения они другие но по сути это те же самые альфа коэффициенты дальше лайнер апдейт это вот те вещи которые в целом довольно нужны соответственно лайнер апдейт это как часто мы будем анализировать новые новые показания дальномера в данном случае мы будем это делать каждый каждый метр перемещения то есть на метр сместились обновили карту на ну и angular апдейт на пол ради она сместились обновили карту дальше там количество частиц максимальные минимальные значения карты разрешение карты которую мы хотим строить но еще какие-то параметры собственно про которые там можно будет потом почитать если будет интересно давайте попробуем самое простое что мы можем сделать разрешение карты изменить сейчас у нас разрешение 005 и карта была довольно точно давайте поставим 02 то есть уменьшим разрешение и посмотрим что с карты произойдет ну вот собственно можно видеть что все квадратики стали очень большими и очень карта стала очень неточно строится вот ну в общем под конкретного робота под конкретный дальномер под конкретной вычислительной мощности все эти алгоритм все эти параметры подбираются так чтобы алгоритм работал там хорошо или хотя бы приемлемо это что касается слэма так ну давайте продолжим перейдем теперь к навигации пам-пам-пам соответственно навигация вся хранится в пакете turtle bot 3 navigation вот он здесь тоже есть папка launch в которой 3 launch файла папка парамс где много файлов которые хранят в себе параметры папка maps в которой сохраняются карты но в которую желательно сохранять карты и но из важного в целом все давайте сначала по launch файлам пробежимся 1 mcl launch он запускает алгоритм монте карла соответственно в качестве аргументов на вход приходит scan topic то есть topic в которой в котором хранятся значения лазерного дальномера и initial pause то есть это начальные позиции которые будут инициализированы при запуске алгоритма в данном случае это просто нули то есть по дефолту это нули но мы можем их там другими какими-то значениями выставить дальше запускается нода amcl из пакета amcl и имя издается тоже amcl ну и соответственно какой-то набор параметров на хранит можем тоже зайти ее загуглить опять же первая ссылка росвики ну и тут в целом все про нее про параметры описано про параметры min particles это минимальное количество частиц которым будем использовать max particles максимальное количество частиц она тут до 10000 выставляется то есть опять же зависит от вычислительных мощностей нашего железа вот эти три параметра kld year и update min da они используются для того как как часто мы будем апдейтить фильтр то есть то будем заново вызывать фильтрацию дальше там насколько мы доверяем трансформам recovery recovery alpha slow и alpha fast они используются в адаптивной версии монте-карло мы рассматривали обычную версию монте-карло есть еще адаптивная которая здесь собственно используется но если мы их выставляем по нулю то мы получаем обычному монте-карло если мы их выставим равным чему-то то увидим что раз в какой-то период времени у нас будут случайно по карте разбрасываться частицы это необходимо для того чтобы решать проблему потерянного робота то есть когда у нас робот потерялся мы разбрасываем случайно по карте частицы и возможно для какой-то из этих частиц мы получим реальное положение робота дальше но и не шел полосы то начальное положение скан топик лазерного дальномера дальше идут настройки параметров модели измерения вот то есть все параметры которые здесь используются там z-max lambda short то есть все что используется для задания вот этого вот вероятность нового распределения все это дело мы можем здесь корректировать и смотреть как в зависимости от этого все будет меняться и дальше вот эти также параметры альфа которые используются для модели движения и указывается тип модели движения div это дифференциальная то есть когда у нас два ведущих колеса есть еще car model то есть модель когда у нас рулевое колесо и одно и омни то есть омни это когда у нас четыре движущих колеса и омни платформа используется в качестве кинематической модели так дальше в movebase . launch это собственно movebase сервер который отвечает целиком за общие процессы навигации то есть вот весь весь вот этот квадратик который там настраивает взаимодействие между различными модулями и так далее собственно запускается нода movebase из пакета movebase ей тоже на вход подаются какие-то параметры но здесь уже можно увидеть что параметры подаются из файлов yaml который мы чуть позже рассмотрим и turtle bot 3 navigation . launch это уже запуск навигации целиком соответственно что мы запускаем мы запускаем remote . launch но это для подгрузки для того чтобы подгрузить модельку робота дальше из пакета map server мы запускаем ноду map server и в качестве аргумента посылаем ей map file map file это путь к файлу в котором содержится карта который по которой мы будем проводить навигацию ну соответственно карту мы в прошлый раз строили эту же карту мы и будем использовать и это нода map server она по сути выгружает карту в систему управления и дает к ней доступ для навигации дальше запускается amcl то есть monte карло запускается именно launch file не нода launch file который мы до этого рассмотрели дальше запускается movebase соответственно тоже launch file который мы до этого рассмотрели и запускается rviz теперь давайте пройдемся по параметрам для movebase соответственно первое это base local planner парамс это параметры базового локального планировщика но у нас по моему используется планировщик 2а вот поэтому можем сразу смотреть 2 local planner парамс burger.yaml соответственно планировщик 2 про него я в прошлый раз чуть рассказывал плюс на минин про него рассказывал недавно то есть это планировщик который сэмплит траектории какие-то и выбирает по каким-то там весовым категориям лучшую из всех этих траекторий соответственно какие он параметры какие параметры мы в него задаем максимальной и минимальной скорости по оси x максимальной и минимальной скорости по оси y у нас робот по оси y двигаться не может поэтому 0 дальше скорости движения по прямой то есть минимальная и максимальная скорость движения по прямой Максимальная и минимальная скорость вращения вокруг своей оси Максимальные и минимальные ускорения И параметры с какой точностью мы хотим достичь точки По x, y и по углу Соответственно SimTime Это все что касается сэмплинга траекторий SimTime это насколько далеко по времени мы будем симулировать движение робота vx и вот это samples это сколько различных скоростей мы будем при симулировании траекторий применять То есть чем больше тем больше вероятность того что мы наиболее оптимальный путь подберем И контроллер frequency это предположительная частота работы нашего низкоуровневого контроллера То есть частота с которой он публикует сообщение в ROS В данном случае это 10 Гц Дальше идут параметры оценки траектории С помощью этих параметров выбирается наиболее оптимальная траектория То есть по сути здесь задаются веса Там вес насколько мы хотим придерживаться глобального пути Вес насколько мы хотим близко быть к цели Там вес против осцилляции чтобы у нас робот влево-вправо не ходил Ну и эти веса я уже сейчас не очень помню что делают Но опять же это можно посмотреть Там вбить 2 local planner ross Ну и вот тут все параметры их описания будут представлены Так вот forward point distance The distance from the center point of the robot to place an additional scoring point in matters То есть дистанция от центра робота до дальнейшей точки на траектории То есть вес который мы задаем для этой дистанции при оценке траекторий Scaling speed The absolute value of the velocity at which to start scaling the robot's foot sprint То есть это скорость робота После которой мы начинаем увеличивать его размеры Для того чтобы предусмотреть торможение Ascelation reset dist Это некоторый параметр Который опять же спасает от осцилляции Если робот начинает на месте крутиться или что-то подобное делать Будет вызываться recovery И дальше там для дебаггинга публикация траекторий Так дальше какие еще параметры Есть параметры для карт весов В которых указывается примерный футпринт робота То есть его размеры указывается откуда данные для карт весов будут браться То есть в данном случае у нас используется лазерный дальномер Поэтому в качестве источника данных будет использоваться topic scan И тут указывается там какие у него будут параметры Это костмап common парам Дальше есть отдельные параметры для глобальной костмапы Как часто мы ее обновляем Насколько доверяем трансформам То есть насколько старые трансформы мы можем для нее брать То же самое для локальной костмапы Плюс длина и ширина окна локальной костмапы То есть какие размеры локальной костмапы мы будем задавать Ну и какие-то базовые параметры movebase В основном это различные контроллер frequency Частота контроллера Planner patience Если честно не очень помню что они делают Можно опять же в параметрах посмотреть описание Planner frequency Частота планировщика Oscillation timeout Через сколько мы будем вызывать Эти recovery методы И дистанция Опять же через сколько по дистанции мы будем вызывать recovery методы Так давайте Симуляция запущена Запустим навигацию Так где-то у нас робот Сейчас Я занятие веду Так давайте робота передвинем Дадим ему какую-то начальную позицию Дальше пусть он сам немножко проедет Чтобы частички сгруппировались И теперь посмотрим Как можно в режиме реального времени Менять параметры алгоритмов И на что это будет собственно влиять Открываем RQT И здесь в plugins Дальше configuration Dynamic reconfigure И собственно откроется окно Которое будет подтягивать Параметры которые можно в режиме реального времени Для различных алгоритмов менять То есть вот допустим Для MCL Мы можем в режиме реального времени Различные параметры менять Но давайте изменим Допустим альфы И можно будет увидеть Что При движении робота Сейчас частицы начнут расходиться Более как бы Не кучно То есть вот пятно с частицами Начинает потихоньку Шире становиться И их больше вокруг робота Если же мы это значение Сильно уменьшим То они по идее Должны кучнее расположиться Ну вот да Чуть-чуть кучнее стали Ну то есть так мы можем Ну в симуляции естественно у нас шумов нет Поэтому все идеально работает Но на реальном роботе Мы можем в режиме реального времени Пробовать менять эти параметры И смотреть как сильно Будет точность локализации меняться Вот я еще говорил Что есть два параметра Которые отвечают за Где они Вот recovery, alpha slow, alpha fast Они отвечают за то Как часто будут разбрасываться Рандомно частицы по карте Можем поставить их там Какими-то значениями Начать двигаться И по идее сейчас Должны периодически частицы разбрасываться Если я правильно Значение их вспомнил Они разбрасываются Попробуем Этот разброс увеличить Так Ну на МЦЛ Они по-моему Да вот Recovery, alpha slow Рекомендует 0.001 И alpha fast 0.1 Давайте поставим Рекомендуемое Здесь чуть побольше Все равно Он почему-то Раскидывать их не хочет Странно Ну ладно Не хочет так не хочет В общем Если будет желание Можете поиграться Всеми этими параметрами Посмотреть как там Действуют Параметры Модели измерения На робота Кстати Модель измерения Тоже можно выбрать Я рассказал про Самую простую Это Likelyhood Field Const Есть еще Beam Const И likelihood Field Prop Там Сами модели Будут То есть Вероятностные модели Общие системы Будут немножко Другие И Ну Работать это тоже Будет немножко По-другому Можем сейчас Попробовать поставить Какую-нибудь другую модель Посмотреть что изменится Ну вот Видно что Поставили Beam Const И Частицы Широко Начали расходиться Можем поставить Field Prop И Видно что Частицы вообще Очень сильно Скучились То есть Очень Кучное Пятно Стало Ну и Также В качестве Экспериментов Можно Там Заново Ему Позицию Задавать Чтобы Заново Разброс Сделать И вот При Field Prop Очень Маленькое Это пятно Если Выставляем Field Const И Заново Выставляем Позицию Очень Большое Это пятно Становится То есть На это тоже Модель Измерения Как-то Будет Влиять Так Теперь Про Move Base Тут Мы Можем Изменить Параметры Планировщика Ну Например Самый Простой Пример Это Изменить SimTime То есть Сейчас У нас Стоит Полтора И При Движении Можно Видеть Вот По этой Желтой Линии Насколько Далеко Планирует Локальный Планировщик Давайте Поставим SimTime Два Раза Больше Допустим Три И Вот Желтая Линия Стала Ну Примерно В два Раза Дальше Планировать Путь Для Робота Вот Ну И С остальными Параметрами Тоже Тут Можно Поиграться Там Изменить Количество Сэмплов По Оси Х И По Это Посмотреть Как Это Будет Влиять На Движение И Кстати Для Отслеживания Нагрузки То Есть Ну Вот Там Мы Изменили Какой-то Параметр Для Того Чтобы Отследить Как Он Грузит Ну Процессор Можно Открыть Аштоп Найти Тот Процесс Который Там Отвечает За Конкретную Ноду И Смотреть Как Он Конкретно Грузит Нашего Робота Но Когда Газеба Открыта Это Сделать Не Очень Удобно Потому Что Тут Много Газебов Процессов Если У нас Был Б Робот Там С Компом На Борту И Мы На Нем Открыли Этот Аштоп Можно Было Более Детально Проследить Весь Процесс Так Давайте Еще Посмотрим На Карты Весов Ну Соответственно Глобальная Карта Тут Можем Менять Робот Радиус По идее Или Футпринт Паддинг Да То есть Вот Можем Менять Футпринт Паддинг Будет Меняться Состояние Глобальной Карты Весов То есть Насколько Близко К препятствиям Будет Критическая Зона В Которую Заезжать Нельзя Соответственно В зависимости От этого Будет По-разному Планироваться Маршрут Робота Дальше Дальше Инфлейшн Лэйер Тоже Можем По-разному Поменять И посмотреть Как В зависимости От этого Будет Там Меняться Маршрут Планировщика Можем Выставить Совсем В ноль И По идее Сейчас Робот Глобальный Маршрут Будет Очень близко Планировать Ну вот Видно Что он Близко Планирует Маршрут Глобальный К препятствиям Что Не очень Хорошо Так Как Мы Для Глобальной Карты Изменили Критическую Зону Вот Как Только Мы Ее Повысили Сразу Он Начал Препятствие По Более Широкой Дуге Обходить То же Самое Можно С Локальной Карты Поделать Изменить Футпринг Паддинг Будет Она Меняться Вот Изменить Слои Разные Так Вот Inflation Вот И Смотреть Как Там Работа Планировщика В зависимости От Того Как Мы Это Все Выставим Будет Меняться Ну И Наверное Самое Полезное Для Локальной Карты Тут Можно Еще Изменять Ее Размер То Допустим Поставить 5 На 5 И Вот У Нас Локальная Карта Стала На Более Широкое Окно Встроиться Ну То То Если У Нас Мы Хотим Чтобы Локальный Планировщик Очень Далеко Можем Размер Локальной Карты Увеличить И Для Планировщика Там Сим Тайм Задать Тоже Какой-то Большой Давайте Попробуем Сейчас Здесь Сим Тайм Увеличить С Трех До Десяти Например Ну И Видно Что Вот Там Планировщик Начал Очень Далеко Строить Ну И Нагрузка Соответственно На Вычислитель От Этого Будет Довольно Сильно Возрастать То есть Видно Что Начало Все Немножко Подлагивать Вот Ну И Как Только Мы Нашли Какие-то Оптимальные Параметры Для Конкретного Нашего Робота Мы Их Просто Заносим В Соответствующие Файлы Конфигурации Соответственно Занесли Ну И При Следующем Запуске Они Уже Будут Подтягиваться Как Некоторые Дефолтные Параметры Вот Теперь Давайте Попробуем Сделать Программу Которая Будет Action Реализовывать Что Для этого Необходимо Переходим В папку SRC И здесь Сделаем Какой-нибудь Пакет Каткин Create Пкк Пакет Назовем Там Nav Act И В зависимости Укажем Ross Роспай Роспай Так Соответственно Вот В каткин ВС SRC Создался Пакет На Fact В нем Только Одна Папка SRC Семейк Лист И Пакет XML Перейдем В эту Папку SRC И Сделаем Программу Ну Файл Чтобы создать файл Есть команда Touch Какой-нибудь файлик Navact .py Теперь Чтобы Мы могли Этот файл С помощью Команды Ross Run Запустить Надо Дать ему Права Это Делается Командой Hmod Плюс X Navact Py Если Сейчас Мы Весь Пакет Соберем Подтянется Этот Новый Пакет Navact Проинициализируем И Сможем Запустить Эту Программу Которую Сейчас Сделали Через Терминал Вот Видно Что он пишет Success Но там Сейчас Файл Пустой Поэтому Ничего Не Изполнилось Он Написал Написал Там Файл Нашел И Попытался Запустить Так Теперь Соответственно Откроем Этот файлик В Сублиме Для того Чтобы Открыть файл В Сублиме Через Терминал Есть Команда Сабл И Потом Указываем Путь К Файлу Вот Он Этот Пустой Файлик Соответственно Нам Необходимо Будет Роспай Необходимо Будет Action Лип Через Которую Action Реализуется Дальше Из Action Лип MSGS Точка MSG Импортируем Goal Статус Ну Остальное Все Проимпортируем По ходу Дела Что нам Нужно Будет Соответственно Обычно Ноды Реализуются В виде Некоторого Класса Назовем Класс Explorer Сделаем Некоторый Init И В Инициализации Класса Нам Необходимо Сначала Сделать Клиент Клиент Который Будет Подписываться На Наш Action Соответственно Action Lib Точка Simple Action Client И Здесь Имя Action Client У MoveBase Это MoveBase То есть У Навигационного Этого Автомата И Сам Action По-моему MoveBase Action Который Нам Тоже Надо Проимпортировать Он Импортируется Из MoveBase Goal И MoveBase Action Feedback Хотя Мы по идее Не будем Использовать Но Просто Проимпортируем Пусть Будет И MoveBase Action Result Так Соответственно Мы создали Некоторый Клиент Теперь Нам Надо Подтвердить Что Этот Action Сервер Есть Поэтому Для Этого Клиента Мы Выполним Метод WaitFor Сервер То есть Он Будет Жидать Пока Подключится К серверу С помощью Этого Мы Подтвердим Что Сервер Существует Дальше Создадим Переменную Класс TargetPause Которая Пока Будет Хранить Себе Нули И Сделаем Функцию Explore Метод 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 Точнее Explore В котором Который Будет Впоследствии Вызывать Метод Reach Goal Который Уже Собственно Будет Реализовывать Обращение К серверу Давайте Сначала Реализуем Реализуем Соответственно Он будет Принимать На вход Некоторую Целевую Позицию И Тут Есть Некоторый Нюанс Который Сейчас Расскажу Соответственно В Россе В основном Все Вращения Описываются Кватернеонами У нас Навигация На плоскости И мы хотели бы Задавать ее В формате XY Тета То есть Координаты XY И Тета Некоторый Целевой Угол Соответственно Нам нужно Будет Привести Наш Единичный Целевой Угол К Кватернеону Если мы Хотим Это все Потом В сообщении Послать Поэтому Импортим Библиотеку TF И Сейчас С помощью нее Можно будет Кватернеону Все Преобразовать Соответственно Создаем Некоторый Кватернеон Который Будет Равен TF Transformations И Здесь Нам нужен Метод Кватернеон From Эйлер Соответственно В качестве Аргументов Подаются Три угла Эйлера Первые Два У нас Нулевые И угол Яу У нас Равен Углу Тета Так Дальше Инициализируем Некоторое Время Которое Опять же Нам понадобится В сообщении Это Rospy Точка Time Точка Now И дальше Дальше Создаем Сообщение Гол Сообщение Гол Сообщение Типа Мувбейс Гол Соответственно Дальше Нам поля Этого Сообщения Надо будет Заполнить Сам Гол Есть Несколько полей Первое поле Это Время То есть Время От которого Мы посылаем Данную цель Оно Находится В поле Хэдер Дальше Штемп Это Будет Равно Времени Дальше Поле Frame ID Это Тот Фрейм В TF Относительно Которого Мы Измеряем Координаты Цели В нашем Случае Мы Измерять Будем Относительно Глобальной Системы Координат Map Поэтому Здесь Указываем Map Дальше Указываем Целевую Позицию Position Там Задается По-моему В качестве Поинта Поэтому Для Упрощения Можем Импортировать Из Геометри MSGS Сообщение Типа Point И вот Здесь Его Следующим Образом Использовать Дальше Нам Необходимо Заполнить Кватернеон Который Будет Содержать Целевую Ориентацию Это Пост Ориентейшн И он у нас состоит Из четырех Параметров X, Y, Z И W Соответственно Это можно Продублировать И здесь Заполняем Его Кватернеоном Который Мы получили Из Метода Кватернеон Фромейлер Вот Кватернеон Он там Возвращает Лист Поэтому Просто Заполняем Его Следующим Образом Дальше Нам Надо Этот Гол Послать Мы берем Нашего Клиента Которого Мы создали В Ините И Применяем Метод Send Go Дальше Мы хотим Получить Какой-то Фидбэк Не Фидбэк А Респонс Фидбэк Мы В данном Случае Получать Не Будем Фидбэк Фидбэк Ждать Ждать Мы будем 90 секунд Соответственно Затем If not Reached The goal Будем Принтить Can 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 not Reached The goal И Для Этого Для этой цели Конкретно И Для клиента Будем Ее Отменять Если Все У нас Прошло Удачно То Просто Вернем Наверное Get State Так Ну и Теперь Допишем Explore Которая Будет Оберткой Для Reach The goal Соответственно Status Равно Self Reach Go Которую Мы Посылаем Target Pause Дальше Если Статус Равно-равно True Или В общем У movebase goal А там В Респонсе Для Статуса Есть Несколько Ключевых Чисел И Число 3 Будет Равняться Тому Что Цель Достигнута Поэтому Здесь Нам Надо Еще Сделать Проверку На Число 3 Ну Это В Документации Все К Movebase Описано Будем Писать Что Go Reached Иначе Будем Писать Что Movebase Failed С Таким То Статусом Так Ну и Теперь Напишем Некоторую Исполняющуюся Main В Который Все Это Дело Будем Вызывать Здесь Инициализируем Ноду Пусть Будет MB Client Дальше Класс Explorer И В Конструкции Try Accept При этом Exception По Прерыванию С Клавиатуры А Здесь Будем Задавать Некоторую Целевую Позицию Target Pause Ну Допустим 11 11 10 И Ее Исполнять Так Ну Вроде Все Правильно Давайте Сейчас Проверим Запустим Навигацию Где у нас Робот Робот Вот Здесь Сейчас Пусть У него Монте Карло Сойдется Немножко Так И Попробуем Запустить Что-то Ему Не Понравилось Import Not Found Надо В самом Верху Указать Какой Python Мы Используем USR Bin In Env Python 3 Так Ну и что Никуда Не едем А навигация Что пишет Rotate Recovery Зачем-то Он Стартанул Так Давайте Сейчас Чтобы Точно Координаты Точки Которые Достижим Подобрать Сделаем Следующее Здесь Rust Topic Echo Clicked Point По-моему Так он Называется Этот Topic Или Не Так Или Не Так Но Почему-то Нет Publish Point Добавим Вот он Появился И Ткнем Какую-нибудь Точку Вот здесь Ее координаты Относительно Map 178.0.33 Теперь запустим Навигацию Ну и Вот робот Построил Путь К Заданной Целевой Точке Которую Мы указали Начал Туда Двигаться Доехал Нам высветилось Go Reach И Программа Завершилась Ну и Здесь Мы Соответственно Можем Там Его Последовательно В Несколько Точек Целевых Посылать Вот На этом Наверное У меня Сегодня Все Все Что Хотел Я Рассказал Если Есть Вопросы Можете Задать Вот Ну и Желательно Чтобы Кто-нибудь Попробовал Там Сам Это Все Позапускать Поиграться И Возможно Дописать Вот эту Прогу На Фект Чтобы Она При этом Получала От Навигации Фидбэк То есть Так Как Это Экшен У нас То Мы Еще Можем От него Фидбэк В Некоторый Колбэк Получать И Если Допишите Эту Прогу Чтобы Во Время Движения Еще Приходил Фидбэк От Навигации Было Бы Прям Круто Вот На Этом Наверное Сегодня У меня Все Спасибо За Внимание Всем